Почему вообще этот визит состоялся, когда он стал президентом, смотря на все вещи, которые делал Зеленский, имея к нему просто очень пренебрежительные и враждебные отношения, он просто не захотел с ним иметь контакт. Что дальше? А дальше Байден оказался в очень невыходной ситуации, тем более, что он сам автор этой идеи. Что нужно было делать? Он сделал заявление, что он готов встретиться с Зеленским в конце июля, но не захотел. Это как бы некоторые напоминания и очень жесткие плашки по антикоррупционной инфраструктуре для Зеленского. То есть два письма. Путину и Зеленскому. Обоим очень негативным персонажем для Байдена, но эти два письма, они опубликованы. Знаете, есть два таких термина. Один историческое событие, новая эпоха, новая эра в отношении Украины с США, огромная победа. А, тоже Корниенко, тоже его фраза. Восстановление, возобновление доверия между Украиной и США. Ну, полная башь, конечно. Но такие фразы звучат очень много. И есть нормальная, спокойная фраза, которая достаточная для того, чтобы хорошо характеризовать визит, как в принципе положительный фактор. Она звучит так. Сдержанный оптимизм. Вот скажите, даже не сдержанный оптимизм. Просто скажите, оптимистические настроения после проведения визита. Было сложно, но совершили некоторые вещи. Вы ведь тоже процитировали Кулебу с его более-менее адекватной фразой. Но ведь до этого он говорил об новой эпохе, новом рывке, скачке и все прочее. Ну, всем хочется прогнуться. Вот Советский Союз, как бы люди уже некоторые родились в независимой Украине, а до сих пор совок в них живет и никуда не девается. Как бы инфекция какая-то, хуже вируса, хуже коронавируса. На самом деле, как можно оценить с сдержанным оптимизмом? На самом деле, могло быть намного хуже. Зеленский за два с лишним года натворил очень много беды. Это и реверансы перед Трампом, причем очень удивительные реверансы, это вдруг все стало известно. Это прямые указания украинским прокурорам торпедировать, развивать следственные действия против семьи Байдена. И они что думали, что это будет неизвестно? Рябошапка, вы уволили Рябошапку. Знаете, наши чиновники зеленой команды, среди них есть много как бы совсем неплохих ребят. Но только эти ребята вдруг становятся совсем неплохими в тот момент, когда их увольняют с работы. До этого они играют все игры. И Антонинку подписывались обвинения именно Рябошапкой, и Претев Порошенко все действия уголовные велись, и все обвинения. А когда человека уволили, он вдруг начал говорить абсолютно нормальные, абсолютно логичные вещи. Но этот человек, кроме всего прочего, поехал в США. И там он прошел все кабинеты. Его провели везде. И он везде рассказал, с документами, с телефонограммами, со всем, как от него требовали возбудить дела, как от него требовали сделать материалы, которые повредят Байдену, которые Байдена просто уничтожат в США. Это было. Ведь это все было. И это все на руках у американской администрации. Причем с таким количеством разных там экземпляров, доказатель всего, ну что, я не знаю, был ли у них когда-то такой объем скандальной информации, который имеют сейчас за всю историю США. Другое. В Украине два года велся как бы такой пророссийский, скрыто пророссийский курс. Откровенный. Подыгрывание Путину. Передача важнейших свидетелей, того же самого Цемаха, тех же самых Беркутов. Передача России, когда России это было нужно. Разыгрывались пассианцы с Путиным, откровенный. Путину обещали, ну, откровенно предательские вещи, ну, скажем, вода в Крым и проведение выборов на Донбассе, на оккупированных территориях, без никаких изменений, без деоккупации на 25 октября прошлого года. Эти обещания были. Их просто не удалось выполнить, потому что в Украине начала подниматься волна, и Зеленский просто испугался. Этого не сделал. А Путин прямо требовал. Вы пообещали, извольте их выполнять. Было очень много абсолютно наглых вещей. Дальше. Каждый день какой-то трэш за шквар по коррупции, по хамству и демонстративной, знаете, такой белой кости, голубой крови со стороны партии власти. Каждый день. Некоторые скандалы, ну, они доходят уже до грани. Перед самым визитом заявление с Госдепа, что, слушайте, вы что там, рехнулись? У вас депутат провластной фракции устраивает аварию. Вы его отмываете. Этому мы уже не удивляемся. А потом вы закрываете рот своей прессе. Дальше история с аккредитацией телеканала прямой. Дальше убежал там Зеленский от брифинга. А там только своих прикормленных олигархических каналов. Дальше возвращение олигархов. Знаете, вот это дальше, дальше, дальше. Я мог бы нам сейчас полтора часа просто перечислить все то, от чего у американцев появляется желание объявить страну страной-изгоем и объявить ее на стране зла. То есть все то, что было сделано, это было достаточно для того, что американцы сказали, знаете что, а чем вы, собственно, отличаетесь от Афганистана? Вот ничем. Мы тех вливали много денег, вас мало, но вливали. Мы тем давали инструкции, как стать цивилизованным государством. Они как бы что-то строили. И вам давали инструкции. Вы как бы тоже очень хорошо строили, даже лучше, чем в Афганистане. У вас инфраструктура антикоррупционная была построена, реальная, хорошая. Там не запустили, долго запускалась, все, но хорошая. И сейчас мы видим, как это все разрушилось. Там пришли талибы и все упало. У вас пришли зеленые и все упало. В один момент. Чем вы лучше? И могла США дать отпор и сказать, все, точка, больше не будет. Могли отказаться вообще от визита. Вообще сам визит, он стал абсолютной случайностью. Байден был одним из авторов вот этого принципа про Украину без Украины говорить нельзя. Они, когда вы не выстраивали хорошие отношения дружеские и доверчивые с Порошенко, по сути, неформально была изобретена старая система, когда президент Украины, вице-президент США переходят на прямой контакт. Когда-то была кучма гор, потом оно разрушилось из-за наших коррупционных скандалов. При Порошенко это возобновилось, при Юшенко это немного проводилось. Почему вообще этот визит состоялся? Ведь Байден был автором вот этой идеи без Украины, об Украине говорить нельзя. Но, когда он стал президентом, смотря на все вещи, которые делал Зеленский, имея к нему просто очень пренебрежительные и враждебные отношения, он просто не захотел с ним иметь контакт. А контакт иметь с Путиным приходится. Хочешь, не хочешь, с ядерной державой нужно работать. И понятно, что его разговор с Путиным, который был, нести украинскую тему. Без этого нельзя было? Нельзя, потому что тема очень драматическая. Что дальше? А дальше он сам приучил американцев, американский эстаблишмент к тому, что этот принцип, он действенный. И обе партии, и демократы его собственные, и республиканцы, особенно жестко, вдруг начали давить. Джо, вы нарушили принцип американской демократии в отношении нашего партнера. Вы не имели права разговаривать с Путиным, не проконсультировавшись с Украиной. У вас Трамп, ваш предшественник, это делал. Каждый разговор Трампа с Путиным об Украине перед этим предверялся разговором с Порошенко. Каждый. Ни одного не было такого, чтобы не было перед этим предварительного разговора. И Байден оказался очень в выгодной ситуации. Тем более, что он сам автор этой идеи. Что нужно было делать? Он сделал заявление, что он готов встретиться с Зеленским в конце июля. Но не захотел. Тем более, конец июля – это активный период действий в США, активный политический финиш сезона. В этот момент очень много активности. Им и не захотелось приглашать Зеленского как бы на мини-физ в самый яркий период работы политиков США. Он перенес это. Абсолютно, причем очень пренебрежительный способ на август. На конец августа. Потом два раза снова переносили. То есть, три раза переносился визит без согласования с украинской стороной. Нам рассказывают, что вот там 30-го должен был быть. Мы сами попросили. Ну, знаете, это называется такая фраза, если украинская. Ты ему плюй в очи, а он скажет, что это божья роса. Ну, плюнули в глаза, а нашим нужно было спасать вид. Когда уже на 1 сентября переносили, уже вообще не было чем крыть. Просто тупо опускали глаза. Визита могло не произойти вообще. Произошло из-за вот такого политического стечения обстоятельств. Значит, начали очень раздувать щеки, показывать, какие мы значимые. Да нет. Нас согласились принять. С нами согласились сделать декларацию. Основная цель ее сводится к двум вещам. Первое. Это письмо Путину. Путин, Украина остается в сфере интересов США. Украина никогда не будет передана в сперл интересов России. Сколько бы Россия этого не требовала, этого не будет никогда. Из-за этого, несмотря на любые самые плохие отношения и пренебрежения, и враждебность, и все, мы будем Украине помогать. Письмо Путину это самое главное. И другая часть, это как бы письмо Зеленскому. Оно размыто. Но там есть один единственный, очень жесткий пункт. Причем очень жесткий. Это пункт, который касается антикоррупционной инфраструктуры. Это личное пожелание Байдена, поскольку, по сути, под ее кураторством она создавалась. Порошенко создавал ее. Он, наверное, хотел это сделать немножко по-другому. У нас критиковали, говорили. Польский опыт, польский вариант создания, вот это множество структур, прочие. Это не самое лучшее. Порошенко был как бы носителем идеи другой. Создать инфраструктуру внутри уже существующей, но автономно. Вот САП так и получилось. Как бы есть генеральная прокуратура и есть специальная антикоррупционная прокуратура, которая независимая АДПУ, но как бы в ее составе. Вот что-то похожее он хотел сделать антикоррупционным судом, впрочем. Но Байден был носителем идеи. У нас в Польше получилось. Давайте сделаем так. Ну, кстати, в Польше не очень-то получилось, как уже видим сегодня. Но давайте сделаем так в Украине. Порошенко согласился со скандалами, с проблемами, но создали. Как оказалось, она может работать. Она трудно раскручивалась, но может работать. И сейчас Зеленский попробовал ее полностью подверстать под себя. И я думаю, что Байден здесь просто озверел. То есть это его личный ребенок. И он прямо сказал, от сытника руки прочь. Просто тронешь, попробуешь мешать, мы тебя сгноим. От САП, специальной антикоррупционной прокуратуры, руки прочь. Ты должен немедленно вывести ее с под контроля Венедиктовой, куда она попала окончательно. И жестко, из-за чего блокируются любые антикоррупционные расследования. Без прокурорского сопровождения нельзя ничего расследовать. И ты должен там немедленно провести конкурс, за которым мы будем следить. Более того, это будет наш конкурс. Мы его должны провести. Да, это как бы унижение, но это очень четко. И дальше следующий председатель НАБУ тоже должен быть избран так, чтобы ты туда своих пальчиков не сунул. Зеленский это пообещал, это поместилось в этой декларации. Вот этот документ, это как бы некоторые напоминания и очень жесткие плашки по антикоррупционной инфраструктуре для Зеленского. То есть два письма. Путину и Зеленскому. Обоим очень негативным персонажем для Байдена. Но эти два письма, они опубликованы. Продолжение следует...